Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. В Алматы 18 июля были убиты полицейские. В южной столице объявлен красный уровень террористической угрозы. Преступник задержан. В июне стоимость картофеля в Карагандинской области увеличилась в среднем на 40%. Акима области Нурмахамбет Абдебеков заявил, что работа по сдерживанию цен провалена. Семертауский предприниматель Владимир Дашкевич жив. Он скрывался, опасаясь за свою жизнь. Полицейские задержали предполагаемого заказчика убийства. И в начале выпуска о главной новости. 18 июля около 11 часов утра при попытке проникновения в Алмалинское районное управление внутренних дел города Алматы было нанесено огнестрельное ранение постовому полицейскому. Преступник завладел автоматическим оружием. Об этом передает пресс-служба МВД. Во время преследования преступник обстрелял из автомата экипаж полиции, который его преследовал. Два сотрудника патрульного экипажа получили огнестрельные ранения. В районе Казах-концерта подозреваемый был ранен и задержан. Установлена его личность. Преступником ранее была проведена попытка захвата легкового автомобиля, в результате чего водитель получил ранение и скончался. От полученных ранений скончались три сотрудника полиции. По предварительным данным, задержанный 27-летний ранний судимый уроженец Казлардинской области подозревается в совершении убийства женщины в минувшие выходные. В городе введен оперативный план «Сирена». Все сотрудники полиции ориентированы на задержание поддельника задержанного преступника. Несмотря на все меры, предпринимаемые властями, цены на продукты питания продолжают расти. Акима области Нурмухамбет Абдебеков подверг резкой критике деятельности управления сельского хозяйства, в частности, сдерживание роста цен. Почему растут цены и будет ли снижение – далее в выпуске. В июне картофель в Каргандинской области подорожал на 40,5%, морковь – на 18%, хлеб и крупы в прошлом месяце подорожали на 1,5%. Такие данные были озвучены на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. Повышение цен было отмечено и на другие продукты. Более того, цены продолжают расти и в настоящее время. За две недели текущего месяца наблюдался рост цен на капусту белокочанную на 12,7%, картофель на 7,2%, морковь на 1,9%. Также зафиксировано рост цен на яйца на 9,3%, сахар, песок на 6,1%, крупа гречневая на 5,1%, крупа маны на 2,4%. На остальные социальные значимые продавцы товары цены остались на прежнем уровне. По словам руководителя управления сельского хозяйства, цены на новый урожай картофеля подняли поставщики. Такой ответ не устроил Акима области. Нурмухамед Абдебеков подверг критике проводимую работу по сдерживанию цен. «Надо формировать группу, надо ехать, находить там, где дешевле и везти ее в более приемлемой цене. А не так, что взяли, отдали на откуп и сюда сейчас будут все ехать. Вот прекрасно, там люди ни черта не отслеживают ситуацию. Какую цену поставлю, такую и продам. Прекрасно, оффшор какой-то получился. Об этом же речь идет. Для чего вы там сидите и группу эту возглавляете? Или проводите там эти заседания? Для этого же мы вам задачи эти ставим. Смотрите, где у нас ухудшается ситуация, выходит из-за определенного контроля. И какие меры надо предпринимать. Надо было пройти и сказать, уважаемый Аким, дайте мне 20 КАМАЗов, надо срочно поехать из Южного региона привезти дешевую картошку. Договорились там. Думаю, это можно организовать». Глава региона заявил, что работа по сдерживанию цен в Карагандинской области провалена. Но есть еще время все поправить. Нурмухабет Абдебеков поручил руководителям соответствующих подразделений принять все возможные меры по сдерживанию роста цен. «Формы разные есть. Этих предпринимателей, ведите с ними перегород, чтобы они не перехлестывали со своими ценами. Разберитесь, как у них формируется цена на сегодняшний день. Сейчас залезете туда, там они начнут вам рассказывать о том, что доллар подорожал или еще что-нибудь там. Brexit произошел. Вот эти предприниматели ведут свой бизнес, извлекают прибыль. На чем? Они обслуживают наше население. Они наоборот, население их обслуживать должно. Неужели непонятно? Психологию надо их не соответствует приводить. Зарвавшихся надо ставить на место. Хотя я еще ни одного человека не видел, если ему нормально объяснить, который бы не понял и не пошел навстречу». Конкретно управлению сельского хозяйства поручено выработать экстренные меры по снижению цен на продукты питания первой необходимости. И сдерживать цены придется до тех пор, пока на рынках не появится сельскохозяйственная продукция местного производства. А это еще по меньшей мере полтора месяца. Андрей Теналжас, Габасов Александр Царикетзе, Первый Карагандинский. Распоряжением Акима области Карагандинской области Осанов Бауржан Конербаевич назначен руководителем управления ветеринарией Карагандинской области. Бауржан Конербаевич 1968 года рождения имеет соответствующее профессиональное образование. В 1992 году окончил с отличием Московскую ветеринарную академию имени Скрябина. По квалификации ветеринарный врач имеет опыт работы в коммерческих структурах. С 2006 года на государственной службе работал на различных руководящих должностях. В 2013 году начальником управления политики занятости населения. С ноября 2013 года до назначения возглавлял управление сельского хозяйства Карагандинской области. В стенах областного Акимата состоялось расширенное совещание с участием заместителя председателя Национального бюро по противодействию коррупции Республики Акзастан Алика Шпекбаева. За круглым столом обсудили работу антикоррупционеров. Глава регионер Мухаммед Абдебеков заслушал доклад руководителя аппарата Акима области Жаната Искакова. Заседание региональной комиссии по вопросам борьбы с коррупцией проводится по наиболее актуальным темам профилактики и противодействия коррупции. Регулярно заслушаются отчеты первых руководителей государственных органов Акимов городов и районов. Заседание комиссии проводится на системной основе. Акимами городов и районов областными управлениями ежемесячно проводится семинар занятия для сотрудников по изучению антикоррупционного законодательства. Всего местными исполнительными органами за истекший период 2016 года проведено 288 семинаров и круглых столов. Также в целях противодействия коррупции при Акимате Карагандинской области функционирует экспертный совет по вопросам предпринимательства. В городе Караганди открытый и успешно продолжает работу Центр обслуживания предпринимателей, оказывающий услуги по принципу одного окна. В текущем году услуги получили около 7 тысяч человек. Всего оказано 12 170 консультаций. Во всех городах и районах области функционирует 17 центров поддержки предпринимательства. Ими оказано 42 745 консультаций предпринимателям. Алик Шпикбаев подробно разъяснил нормы антикоррупционного закона, меры наказания и пресечения случаев свершения правонарушений. «Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание и на повышение заработной платы. Она должна быть сегодня достаточной, конкурентоспособной. Это один из, можно так сказать, превентивных мер по преодолению коррупции. Над этим и правительство, и глава государства, в общем-то, работают. Вы все с этого года, наверное, ощутили, несмотря на мировой кризис, финансовый, экономический, и, наверное, одно из государств, которое выполняет свои социальные обязательства перед населением, это Казахстан. Ну и вопросы, наверное, и антикоррупционные религиозные пропаганды здесь немаловажное значение имеет. Вопросы превентивные, связанные с профилактикой, предупреждением, то есть устранением причин и условий коррупционного проявления». В завершение мероприятия глава области Нарумахамбет Абдебеков выразил свою признательность за приезд и личное участие заместителя председателя национального бюро. «В свою очередь хотел бы Алик Житомовича поблагодарить за эту встречу, поблагодарить за ту открытую информацию, которую вот так открыто он нам довел. Много есть над чем задуматься, в том числе и мне, как Ахиму в области, относительно дополнительных мер по реализации поручений относительно борьбы, противодействию коррупции. Как видите, сегодняшний разговор находится в ключе именно той политики, которую сейчас этот орган проводит относительно профилактики, предупреждения проявлений коррупционных. Смещение акцента в эту сторону есть, и сегодняшний разговор яркое тому подтверждение». А сердце Замбаева, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Ну а сейчас не переключайте, спереди реклама, и мы вновь вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Эстафетный флаг в поддержку олимпийцев прибыл в Караганду. Привез его известный казахстанский байкер Дмитрий Петрухин. О том, как прошел мотопробег в Караганде и сколько городов посетили байкеры, в нашем следующем видеоматериале. Мотопробег, посвященный молодым участникам Олимпийских игр, прошел в Караганде. Эстафету казахстанского флага байкеры несут по всем городам нашей страны. На пресс-конференции президент Ассоциации байкеров Казахстана Дмитрий Петрухин пожелал побед казахстанским участникам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Свой путь байкеры начали 6 июля из Алматы. Стараются охватить как можно больше городов республики. Их маршрут пролегает через 16 городов. В каждом из них мотоциклисты поднимают флаг нашей страны и проезжают с ним через весь город. Главное, мы приехали сюда, чтобы сказать о том, что мы байкеры-автомобилисты поддерживаем наших молодых олимпийцев. Я хочу, чтобы у них добавились силы, добавилась энергия, настроение, чтобы они знали, что весь Казахстан думает о наших олимпийцах, думает об олимпийцах и прошлых лет. И сегодня мы сделаем парад. Парад эстафеты олимпийского флага. По словам байкеров, их везде принимают очень хорошо. Казахстанский народ отличается теплым гостеприимством. Цель данного мотопробега – воспитать патриотический дух среди населения, преимущественно среди молодежи. Байкеры, заезжая в каждый город, организуют встречи с мотоциклистами и автомобилистами, которые неравнодушны к судьбе казахстанского спорта и нашим олимпийцам. Карагандинские байкеры тоже не остались в стороне. Мы, байкеры, поддерживаем наших олимпийцев. И от лица горожан, байкеров Караганды, конечно, выражаем свою уже будущую благодарность за победы. Эстафету планируют закончить к 5 августа, после чего байкеры вернутся по домам. А Дмитрий Петрухин надеется, что ему удастся поболеть за олимпийцев в Рио-де-Жанейро вместе со своими друзьями – бразильскими байкерами. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Тимиртау задержан заказчик убийства молодого предпринимателя Владимира Дашкевича, пропавшего 4 июля. А сам бизнесмен вернулся домой. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. 2 июня в полицию поступила оперативная информация о том, что один из жителей города Тимиртау ищет исполнителя убийства своего знакомого. Для имитации убийства сотрудники полиции скрывали потерпевшего в одной из съемных квартир Караганды. В настоящее время предприниматель вернулся домой. При проведении спецоперации сотрудниками УБОП ДВД области подозреваемый задержан. Им оказался 38-летний житель города Тимиртау, который под давлением улик дал признательные показания. Задержанный в одворенном изоляторе временного содержания начало досудебное расследование по ст. 24-99 УК Республики Астан. 16 июля утром произошел пожар в карагандинском ресторане «Хан». Огонь вспыхнул на втором этаже, где располагалась сауна. Пострадавших нет, об этом сообщает областной департамент по чрезвычайным ситуациям. В Караганде 16 июля в 7.51 поступило сообщение о пожаре в ресторане «Хан». В это время внутри ресторана находились люди, которые даже не слышали о том, что приехали огнеборцы. Как оказалось, на втором этаже здания располагается ресторан, а в задней части заведения, откуда шел густой дым, работает круглосуточная сауна. «Произошел возгорание об решетке и крыши в ресторане «Хан». На место происшествия было задействовано 17 единиц техники, 60 человек личного состава пожаротушения департамента по ЧАЭС Карагандинской области. В данный момент причина пожара выясняется. Жертв пострадавших нет». Через час после вызова пожарные полностью ликвидировали очаг возгорания. Пожара хватило только крышу ресторана. Остальная площадь заведения осталась без повреждений. Теперь дознавателям придется выяснять причину пожара и подсчитать ущерб. В Сабантуй по-Карагандинске на праздник Караганду приехала заслуженная артистка Республики Татарстан Айгуль Бариева и заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Казахстане Ольга Ульданова. Со сцены она зачитала приветствие президента Татарстана Рустама Миниханова. На национальном татаро-башкирском празднике побывала наш корреспондент Лариса Хусаинова. В связи с трагическими событиями в Актобе отменили все массовые мероприятия. Так под запретом оказался татарский праздник Сабантуй, который должен был пройти 12 июня. Отменять вовсе его не стали. Несмотря на то, что дату праздника перенесли, в минувшую субботу в городском парке собралось много народу. Люди разных возрастов и разных национальностей пришли отметить праздник Сабантуй. Аделя Акжикитова посещает татаро-башкирский общественный центр «Идель». Там она подружилась со многими сверстниками. Мне здесь очень нравится. Здесь такая теплая, такая домашняя атмосфера. Здесь очень много национальных игр проводят. Мне нравится наблюдать за тем, как все это происходит. То, что вдалеке от Татарстана все равно проводится национальный татарский праздник. Это очень приятно, потому что хочется иногда увидеть всех татаров в одном месте. В начале праздника на сцене выступали местные хореографические и вокальные коллективы. А после взбодрить и развеселить толпу вышла заслуженная артистка республики Татарстан Айгуль Бариева. Под ее песней все пустились в пляс. Я заметила, что татары в Караганде очень дружные и веселые. Они с радостью готовы петь и танцевать. Хочу сказать спасибо вашему организатору Анвару Кирейбаеву. В его возрасте организовать такой большой праздник – это ведь огромные хлопоты. Также хочу поздравить казахстанцев с 25-летием независимости. Желаю, чтобы все плохое вас обходило стороной. Процветание республики и дай бог счастья каждому жителю этой республики. Сабантуй в Караганде отмечают с 1994 года. С тюртских языков переводится как «праздник плуга». Отмечать Сабантуй принято после окончания пассивных работ. Фестиваль по традиции закончился национальными спортивными играми. Организацию праздника взял на себя председатель областного татаро-башкирского общественного центра ИХЛАС Анвар Кирейбаев. Карагандеевский областной татаро-башкирский общественного центра ИХЛАС проводит свой очередной традиционный национальный праздник – Сабантуй. На этом празднике сегодня участвуют коллективы из города Шахтинска, Аксаса, из города Абая. Во время праздника начался сильный ливень. Пришлось отключить всю аппаратуру, но татар это не остановило. Вокальные коллективы без микрофонов пели под дождем, а гости танцевали под зонтами. Компания «Натиже» заботится о чистоте города. В выходные прошла благотворительная эко-ярмарка «Чистый городской парк». Горожане имели возможность купить разные товары по сниженным ценам. Все вручные деньги пойдут на благоустройство Центрального парка. В центре Караганды прошла городская ярмарка местных товаропроизводителей. Главные организаторы – компания «Натиже». Свою продукцию они выставили по сниженным ценам. Кроме того, сотрудники компании приготовили различную выпечку. Городские рукодельники тоже внесли свой вклад в благоустройство города. Украшения, чайная продукция, кожаные изделия, игрушки, блокноты и многое другое было представлено на ярмарке. Идея пришла при обсуждении, когда мы обсуждали план мероприятий на этот год, на это лето от компании «Натиже». И пришла такая мысль, а почему бы не провести хорошее, доброе, интересное дело, которое всем бы запомнилось и послушало бы каким-то примером, что ли. Вот мы все любим побурчать, поворчать, покритиковать. Вот в городе там-то грязно, там плохой асфальт, там бутылки поразбросаны, там окурки. А вот мы подумали, а что бурчать-то, от этого же ничего не меняется, а почему самим что-то не сделать. Руководство городского парка благодарно за такую помощь. Бюджетных средств не хватает, но есть неравнодушные люди. В скором времени в парке будет не только чистое озеро. Появятся лавочки, урны, скворечники и отремонтированная спортивная площадка. Руководство парка очень положительно отреагировало. Позвали своего дизайнера. Мы совместно с дизайнером обошли все озеро, посмотрели, где что надо убрать, какие лавочки поставить, имеющиеся конструкции покрасить. Там спортплощадка есть небольшая. Спортсмены приходят туда, занимаются. Мы решили ее облагородить, покрасить, нанесем свой логотип. Это нам разрешили. Поставим свои щиты, что вот на Тиже совместно с Экомузеем провели очистку, облагородили. В общем, все положительно, все пошли нам на встречу. На ярмарке выступали местные певцы. Ведущие устраивали викторины, а самые активные участники получали призы. Компания на Тиже заботится об экологии и призывает к тому же каждого горожанина. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. И в завершение о спорте. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» проиграл на выезде команде «Ахтубес» со счетом 2-0. Таким образом, «Шахтер» перемещается на одну строчку вниз, занимая 11-е место в турнирной таблице. По сравнению с матчем против «Ордобасы», тренерский штаб Йозефа Вокушича внес в старт три изменения. На поле вышли македонский форвард Марко Симоновский, защитники Михаил Габышев и Игорь Пикалкин. Карагандинцы в стартовой десятиминутке выглядели активнее и сразу же провели несколько опасных атак. Ближе к середине первого тайма «Октюбинцы» заиграли острее и быстрее. На 22-й минуте «Багдад Каиров» на правом фланге сделал точный навес в штрафную карагандинцев, где Лосину Дау красивым ударом через себя отправил кожаный снаряд в ворота Шацкого. Через себя удар-гол! Вот это галешник получается! Не ожидал Шацкий такого выстрела и Лосина! После пропущенного мяча оранжево-черные пытались реанимировать свой атакующий потенциал и стали постепенно примиряться к цели. Во втором тайме карагандинцы бросили все силы, чтобы сравнять счет, однако хозяева поля справились с наступательными акциями соперника. На 58-й минуте «Митошевич» с острова угла сделал блестящую передачу вперед во Вратарскую, где Алексей Щеткин с близкого расстояния поразил ворота Шахтера. «Митошевич удар! Подправляет этот выстрел Алексей Щеткин! Счет становится 2-0!» Главный тренер команды Йозеф Вукушич в ходе второго тайма выпустил на поле Оралхана Амиртаева, Вячеслава Путинцева и Айбара Нуребекова. Но произведенные замены не помогли шахтерской дружине. Итог поединка 2-0 в пользу актюбинского клуба. Комментируя матч, главный тренер Шахтера заявил, что в первом тайме у них были все шансы забить гол, но актюбинцы оказались на высоте. «Важно с первого тайма было, что в октябре получилось забить гол. Это был тоже такой гол, что не видно. Игрок был спиной к воротам и забил внештрафного гола. Но это был важный момент для нас. Мы потом еще играли, еще имели моменты, но домашняя команда хорошо работала в защите. И шансы, которые мы имели, не получилось принести до конца, до гола». Таким образом, шахтер переместился еще на одну строчку вниз, занимая 11 место в турнирной таблице. 23 июля на своем поле каргандинцы будут принимать лидера чемпионата столичный клуб «Астана». Андрей Тенн, Александр Царикидзе, Первый Каргандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Каргандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Сау Болмсдер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова